здравствуйте друзья сегодня с вами вновь канал я его ведущий олег сегодня мы с вами научимся правильно делать инъекции наших собак ну вот подошла очередная инъекция по времени делать прививку акбару от вешенства на этом примере я просто хотел бы вам показать как это правильно лучше всего конечно же отвести собаку к ветеринару для чего это сделать смотрите если вы приведете собаку к ветеринару для того чтобы он сделал вам инъекцию вашей собачке он мало того что сделает инъекцию он еще проведет полный осмотр то есть кожные покровы самочувствие собаки вы в домашних условиях сделать этого не можете у меня есть уже определенный опыт у меня есть образование я это могу сделать думаю и сам у некоторых из-за дальности расстояния нет автомобиля положим тоже возникает такая необходимость ставить дома инъекции давайте сегодня я вам покажу как это делается но лучше всего конечно же я вам еще раз повторюсь это сделать визит к ветеринару значит рекомендую я приобретать если это вакцины какие-то то в специализированных аптеках или непосредственно в ветеринарных клиниках вакцина это живые штаммы этих вирусов поэтому как бы необходимо соблюдать правила транспортировки и хранения этих штаммов именно этой вакцины что не может соблюсти обыкновенные зоомагазины то есть нет условиях у них поэтому я рекомендую все-таки приобретать эти вакцины именно у ветеринаров либо в зооаптеках значит ну я здесь уже зарядил эта вакцина именно от бешенства ставится она подкожно поэтому давайте мы поговорим это одна минутка буквально займет времени вы узнаете как правильно это делается вот видите разницу в длине иглы вот это шприц для вакцины внутримышечный с короткой иглой это для инъекции именно делается которая подкожно то есть мы с вами делаем правильно я учу вас делать правильно поэтому мы подбираем именно укол тот который нужен именно шприц длину иглы тот который нужен значит объем здесь 1 миллилитр здесь тоже 1 миллилитр соответственно значит вот здесь вот вот на самой баночке имеется специальная наклейка которую мы обязательно приклеим ветеринарный паспорт многие клиники многие аптеки предоставляют скажем свои печати и ставят отметку ветеринара о постановке этой вакцины для чего это нужно это нужно для того чтобы могли осуществлять транспортировку дешевого животного могли пересекать границы и так далее поэтому обязательно вашей же собачке есть паспорт я надеюсь как у моего вот поэтому обязательно поставьте сделайте наклеечку поставьте печать вот здесь мне ветеринар пока не сделала отметочку почему он не сделал отметочку я когда сделаю инъекцию я принесу ему пустую баночку и ветеринар мне поставит отметочку о том что инъекцию я сделал собачка должна прививаться абсолютно здоровый потому что это все-таки провокация поэтому для того чтобы стопроцентно быть уверенным что ничто не гнетет никаких заболеваний нету мы еще дополнительно глистогоним то же самое делаем отметочку в паспорте то есть наклеечки и отметочка так и так ну собаки у нас полустерильные животные поэтому стопроцентной необходимости нет в обработку кожного покрова но мы это сделаем значит вот у нас собачка готовая к инъекции если у вас щенок маленький то приготовьте пожалуйста подкормочку для того чтобы собачка была заинтересована и не отвлеклась именно на сам процесс прокола лучше конечно же это делать если у вас есть помощник то есть у меня кабель уже обучены этому всему то есть ему не нужно подкормку но если у вас есть обученный человек помощник он будет отвлекать давать подкормочку так вот вот животному и в это время вы сделаете шприц я покажу просто нате пожалуйста собачка вам яблочко и самое главное чтобы я хотел сказать это нужно опять же быть самому в спокойном состоянии то есть душевном равновесии потому что вот это эмоциональное состояние передается животным и когда вы спокойны собака тоже будет спокойно соответственно она более просто перенесет этот укол и так как делается подкожные инъекции ну можно посадить можно лежа это сделать вот мы заходим сколки поднимаем вот здесь вот домик вот кожу поднимаем вот здесь вот треугольничек поднимаем и получается вот такой вот треугольник и туда нужно именно колоть мы сейчас обрабатываем вот я прокол сделал даже не чувствует этого потому что как бы в этом месте нервных окончаний очень мало главное вводите не не быстро не резко а потихонечку уводите чтобы равномерно это все разошлось все вытыкаем шприц и размягчаем то есть молодец хорошо хвалим собачку даем подкормочку обязательно чтобы она была замотивирована агбар ложись лежать я сейчас не буду делать укол я покажу как это делается внутримышечно вот мы взяли правильный шприц длина иглы соответствует внутримышечному делается это очень просто собачка кладется положение подчинения затем вытягивается ножка то есть для чего это делается это мышца сгибателя это мышца разгибатель для того чтобы сама мышечная сама мышца была расслабленная ну и соответственно делается прокол укол в это место вводим инъекцию отпускаем поощряем собачку молодец хорошо умница нет ничего проще но на самом деле я рекомендую все таки сходить в кабинет ветеринарного врача повторюсь ветеринар осмотрит вашу собачку дополнительно то есть осмотрит кожные покровы осмотрит полость рта то есть посмотрит зубки понаблюдает и дополнительно даст вам какие то рекомендации спасибо всем за внимание с вами был канал Я и мой хвост Акбар и я его ведущий Олег спасибо 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 что что youtube погодите а Субтитры создавал DimaTorzok